В 1-м послании Иоанна, во 2-й главе, есть очень важные слова для верующего человека. С 15-го стиха он говорит, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви отчие. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Теперь, что же это значит, любить мир? В первую очередь, нам необходимо дать такое определение. Любую вещь, что делает мир, он делает все целенаправленно, вопреки Божьей воле. Также он говорит, что мир изживает себя. Но тут мы должны быть осторожны. Он говорит, что мир, в котором мы живем, лишь временный. Итак, в первую очередь, мир — это то, что противоречит воле Бога. И он имеет временный аспект. Но чтобы более понимать, что такое мир, нам нужно изучать Священное Писание, где Бог открывает мир, как вещи, противные Ему. Это могут быть мысли, отношения, действия, слова. В общем, все то, что выступает против Бога в Писании. Это один из аспектов мира. Теперь, есть люди, которые очень серьезно относятся к тому, как ходить с Богом. И я благодарю Бога за них. Они смотрят в Писание, говорят, что Бог против этого, и что они не собираются делать этого, и не собираются делать того. И это хорошо. Но затем они начинают думать так. Если вещь является временной и проходящей, то она мирская, и что от нее нужно держаться подальше. Но так думать опасно. Почему? Есть много вещей, проходящих и временных. Но это не означает, что такие вещи являются злом. Например, мое тело временно. Но оно не зло. Закат, что я увидел сегодня утром, тоже не вечен, и это также не зло. Поэтому нельзя считать все, что есть, временное, будто это зло. Даже мой брак с моей прекрасной женой закончится, но он не является противоречием воле Божьей. Кажется, что всегда есть две крайности в христианской жизни. И вы знаете, что я имею в виду. Первое, это люди, кто не принимают всерьез повеление Бога, и их жизнь не отличается от жизни неверующих. Вторая крайность, это человек, который принимает серьезно все повеления Бога. Но он делает себя отделенным от мира, как монах, пытаясь уйти от многих вещей, даже тех, которые являются благословениями и благодатью Бога в этом мире. Святой человек – это не тот, кто просто ходит в церковь, не тот, кто просто читает Библию и просто молится, но истинно святым человеком является тот, кто постоянно работает над тем, чтобы видеть его благодать во всей жизни, что Бог дал ему. Наш брак, наши дети, наши друзья, или даже наши продукты питания, или творения, так много Бог дал нам, и это суть его благодати. И так много людей, которые отрицают эти вещи, которые имеют. Они даже могут ненавидеть то, что являются благими дарами Божьими. Одна вещь, о которой я бы хотел сказать. Если вы относитесь к жизни так же, как и любой неверующий с этого мира, то вы в беде. Но, с другой стороны, если ваше желание подчиняться Богу сводится лишь к тому, чтобы отделять себя от вещей, даже хороших, то ваша радость будет все более и более уходить от вас прочь, и это будет делать вас таким тяжелым и нелюбящим человеком, и этаким критиканом, и даже доставлять вам более другие проблемы. Но христианин – это тот, кто не связан вещами, будь даже это хорошие вещи от Бога, но в то же самое время он знает, как пользоваться ими, и получает от них радость. Одна из вещей, которая меня так беспокоит, когда я проповедую. Иногда возникает необходимость указать на грех, но вы должны понимать, что сама жизнь не является грехом. Есть так много хороших вещей для наслаждения. Я имею в виду, что я поражен от благости Бога. Много лет назад кто-то сказал мне одни важные слова, которые я не забуду. Он сказал, «Пол, Бог поместил листья на деревья, Он не поместил религиозные трактаты на деревьях. И чему меня это научило?» А вот чему. Только потому, что что-то не именуется религиозным или христианским, еще не может быть злом. И я приложил это к своему сердцу, потому что я вижу, что это по-библейски. Мне нравятся мои друзья. Я даже получаю удовольствие от взаимоотношений с некоторыми из потерянных людей, которых я хочу, чтобы Бог приобрел. Есть время, в котором я имею взаимоотношения с такими людьми, и даже могу смеяться с ними. Мне очень нравится природа, прогулка, плавить на байдартах. Мне очень нравится смеяться, и даже когда я попадаю в проблемы, я могу взять свою жену и повезти ее в танцы через всю гостиную, тогда как мои дети, глядя на это, аплодируют и смеются. Одна из вещей также, если вы родители, я хочу сказать вам, чтобы вы знали, так много зла находится по ту сторону для наших детей, и мы призваны защитить их от этих вещей. Но вот что еще вы должны сделать? Вы должны заменить им все эти вещи опасные на вещи хорошие. Но если все, что вы сделали, это забрали мир у ваших детей, и вы не позволяете им испытывать благословность Бога к тем вещам, что Он дал всем нам во всей планете, то вы собираетесь вырасти либо религиозного лицемера, либо того, кто в конце концов отвернется от веры, или того, кто вырастет черствым, нелюбящим законником. Благочестие не заключается в том, чтобы поселиться, жить на ферме в 20 гектар подальше от цивилизации, так что даже мир не будет знать, где вы. Но благочестие живет на этой планете, взаимодействуя с христианами и с неверующими, и видит все прекрасное, как в молитве, в изучении Библии, в посте, так и в путешествии, и в поэзии. И такой человек готов охватить и принять все эти вещи в то самое время, как стремление любить Бога всем сердцем, душой, разумением и всей крепостью своей открывает и дает силу видеть все благое, все дары, исходящие от Него. Аминь.